И ещё называли его Крышей. Оттуда крыша произошла. И была у него, я вчера говорила, его возлюбленная, которую зовут Радуница. Крышень и Радуница. Вот это вот истоки настоящих ветвь. Мы как раз пополняемся Рады и Кришна. Вот это санскрита. А все остальные, они подчиняются. Все остальные работают, а Рада и Кришна, они только лишь совершают свои... Они беззаботно наслаждаются своим верховным положением. Богу работать не нужно. Он надоланных Бог. Это нам приходится работать. Так, ну это как раз упоминаю. Вчера я говорила о том, что такие города, как Пермь, Махрач рассказывал, например, произошло от слова Преемь. Кама, да, сохранилась река, которая так без изменений сохранилась, она обозначает любовь. Мы вчера говорили о том, как в Красноярск произошло слово... Кто помнит? Яр... А ярск какого слова? Яр, друг, да. А красный, это как красивые. Красная девица еще мы по-русски раньше говорили. Красная девица, вот здесь означает красивая девица. Вот. Итак, о Махарадже. Махарадж нам рассказывал замечательные вещи о том, как очень важно следовать традициям. Вчера я еще показывала презентант, о Махарадже еще немного расскажу. Я рассказывала о том, что он родился уже в очень религиозной семье, которые поклонялись Господу, и с малых лет, с детства уже решил посвятить себя служению другим. То есть есть люди, которые живут для себя, и для этого они создают семью, что они мечтают о счастье в семейной жизни. А есть люди, которые жертвуют собственным счастьем ради того, чтобы помогать другим. Когда это происходит? Это происходит, когда человек познал нечто высшее, счастье, которое настолько заполняет его сердце, что он хочет поделиться с этим другими. Мы же когда представляем, например, счастье, мы под этим подразумеваем, что мы этим счастьем можем поделиться с нашими близкими. Вот тогда мы будем еще счастливее, правда же? Когда мы счастливы вокруг страдают, то это не совсем полное счастье. Полное счастье — это когда сердце твое переполняет счастье, и ты кого-то еще делаешь счастливым. Вот это вот настоящее счастье. И если мы посмотрим на людей святых, на что в русской мы берем традиции, что берем традиции Вет, точнее, я имею в виду в христианской традиции, что берем традиции Вет, то святые люди, они отказываются почему-то от семейного счастья и почему-то отдаляются от мира. Ради чего они отдаляются? Неужели они не хотят счастья? Еще больше хотят они счастья. Но они хотят гораздо больше даже, чем все остальные. Они хотят счастья неземное, счастье, доводящее до экстаза, до иступления. В семейной жизни есть счастье. Оно там, конечно, существует. Мы все знаем, что такое семейное счастье. Вначале оно на него похоже. То есть Махарач, когда рассказывает иногда, он говорит, вначале лицо своей молодой жены напоминает прекрасную луну, от которой источает прохладу и нежность. Потом через некоторое время лицо жены уже напоминает горящее солнце, которое вжигает тебя. Но потом, чуть позже, почему-то оно напомогает вулкан. Вулкан, который тебя просто сжигает. Не секрет, что по стечению нескольких лет эти чувства ослабевают. Потом мы находим множество недостатков друг к друге. Потом обычно сейчас развод. То есть я, если ты мне спинку не почешешь, то я тебе чесать ее точно тоже не буду, пока ты меня тоже не почешешь. Прежде, прежде подсемейными, под семьей воспринималась обязанность. Прежде подсемей воспринималась обязанность заботы за своими родителями, престарелыми. Забота за своей женой, за своими детьми. Но эти все эти традиции камнут сейчас в лету. И сейчас в основном идея о том, что нужно просто максимально получать удовольствие. Если что-то тебе мешает получать удовольствие, то можно от этого и избавиться. Ничего страшного в этом нет. Именно поэтому сейчас люди и страдают. Сейчас люди и страдают, потому что это ошибочно, это утопия. Это навязанная нам культура, навязанная нам по телевидению, навязанная нам по кинофильмам. О том, что нужно просто больше наслаждать свои чувства, и тогда мы будем счастливыми. Это не так. Если мы здравые люди, можно посмотреть о том, как необузданное желание своих чувств может привести к очень плачевным результатам. Вот, например, у нас пять чувств. У нас есть зрение, у нас есть обоняние, осязание, слух и вкус. И давайте посмотрим, вчера я начинала сравнивать нас с людей и животных. Вот давайте просто посмотрим, как у животных. Будем учиться не на собственном примере, будем учиться, поскольку мы люди, у нас очень возвышенное сознание, мы будем учиться о том, что мы видим в природе. Когда мушки летят на свет, на огонь, мы все знаем, что потом с ними происходит. Если это лампочка, то они просто от этого жара, от лампочки, они засыхают, сгорают и падают мертвыми. Обычно мы видим, как под этими лампами находятся мертвые мушки. Видели? Мушки также летят на огонь. И тоже билет один в один конец. У мушек очень, очень, очень сильно развито зрение. Зрение, они очень сильно привлекаются к красотой. И вот эта вот красота огня, света, привлекает их настолько, что они не знают, что такое сдерживать чувства. И если они летят на то, чтобы удовлетворить это чувство, они просто прилетают близко к этому огню и все сжигаются. Никто из них даже не останавливается, даже не думает о том, чтобы останавливаться. Они там все сжигаются. Берем другой пример. Олень. У оленя очень, очень тонкий слух. Гораздо, гораздо тоньше, чем у человека. Помните, вчера я показывала о том, как нас превосходят животные по всем чувствам. Так вот, у оленя, у него необычайно тонкий слух. Он за несколько километров услышит приближающего человека, и в этом лесу просто так оленя не встретит, даже если они там есть. Но поскольку очень тонко развит слух, он очень падок до красивой мелодии. Что делают охотники для того, чтобы поймать оленей? Знаете, что делают? Они используют красивый инструмент в плейту. Это очень тонкая гамма звуков. И начинают играть на плейте. И расставляют колышки в землю, чтобы они могли упасть. Оленя очень быстрое животное. Но если он падает, он очень медленно встает. Так вот, что делают эти охотники? Они начинают так красиво играть на плейте, насколько у них, конечно, получается. Но олень, заслушавшись этим звуком, он не убегает. Он останавливается. Он просто погружается в блаженство этих звуков, переливающихся. До такой степени, что он просто отдаёт за себя на счастье этому звуку. Он не останавливает это чувство. И ему нужно что-то подпереться. А там как раз те самые колышки, которые падают от его веса. И когда он падает, вот тогда охотник стреляет. Тогда он просто становится беззащитным на какое-то время, пока он там встаёт на раскоряку. И его ловят или убивают. Другой пример. Когда рыба плывёт, учёные к своему изумлению обнаружили, что рыба, которая глотает крючок, она уже начинает понимать, она начинает дёргаться о том, что крючок туда входит. Червячок видит в воде? Рыба какой-то бросает червячок на крючке. И рыба начинает чувствовать. Но у неё настолько чувство вкуса развито, что даже понимая о том, что она инородная проглатывает, она не делает попытки это остановить, она заклатывает его полностью. Даже когда понимает о том, что она проглатывает крючок. Вот что происходит, когда ты не останавливаешь свои чувства, когда ты отдаёшься чувственному наслаждению. Берём ещё один пример. То есть я уже рассказала про четыре чувства, которые приводят фактически к смерти, если их не обуздывать. Смотрите ещё какой пример. Кожа, осязание. Как мы любим, когда к нам касаются. И как мы любим касаться к чему-то мягкому. Слоны — крупные животные. Самые крупные млекопитающие. В некоторых местах они даже нападают на население. Они настолько иногда агрессивны, что способны растоптать всю деревню. То есть это такое... У нас мы в кинопильных мы смотрим о том, какие они там слоны добрые, или как в цирке, поскольку они там под гнётом живут, то они как бы вот такие вот простенькие животные, весёлые и забавные. Но на самом деле, когда слон на природе — это очень грозно-агрессивное животное, которое способно справиться не с одной толпой людей. Каким образом из такого чудовищно-колоссального животного превратить в собственного гроба? Вот тоже как раз из-за того, что слоны, они полностью отдаются наслаждению своему чувству. Они очень любят осязание, то есть они очень любят, когда тереться о слоних. И поэтому что делают охотники? Они вырывают глубокие ямы, засыпают их листвой, ветвями и листвой, и отправляют слониху в лес дрессированным, который начинает тереться об этого слона. И, играя со своим возлюбленным, она его подводит к яме и легонько туда запихивает. И этот слон там потом неделю без воды еды. Вот так можно превратить из колоссального животного, из колоссально сильного животного, раба, который потом за кусок хлеба, за глоток воды, уже будет готов на любую работу и на любые. Когда нам говорят о том, что наслаждайте свои чувства максимум, нас обманывают по-страшному просто. Просто это очень кому-то выгодно. Сейчас не секрет о том, что придумывают различные чипы людям, паспорта. В Америке уже стали за ушами прокалывать у детей, вставлять чипы для того, чтобы можно было управлять, контролировать население. Есть различные клубы миллиардеров, которые тратят свои миллиарды на разработку различных химикатов для того, чтобы остановить деторождаемость. И потом эти, поскольку они тратят большие деньги, а деньги теперь делают всё, то все эти химикаты находятся во всех наших медицинских препаратах, во всех наших косметических препаратах. Они всё наполнены канцелогенами. Для того, чтобы люди не могли жить больше 60 лет, чтобы у них потом начинались раки, рак, чтобы у них начинались другие болезни. У кого как иммунитет вынесет. Никому не выгодно платить пенсию вам. Работать вы должны. А вот пенсию, извольте, что-нибудь придумаем, чтобы снять с себя этот груз. Так вот, точно для таких же целей и пропагандируется. Покупай вот этот самый лучший шампунь. Покупай вот это самое замечательное средство. А вот это вот ещё вкусно. И главное, не задумывайся обо всём. Ты просто наслаждай свои чувства по максимуму. И что делают ващнабы? Ващнабы приходят и объясняют. Нужно следовать ведам. А веды говорят, можно поверить о том, что цветы растут на небесах. Можно поверить. Можно поверить, что волосы у черепахи начнут расти. Или у кролика рога. Ну если, ну невозможно. Они говорят, мы ни за что не поверим, что человек от чувственного удовольствия дадут ему настоящее счастье. О том, что есть оно в миру, это настоящее счастье. Ну это, можно сказать, только тот человек, который попробовал глоток воздуха от мирских оков, от мирских привязанностей. Это, можно сказать, только тот человек, который попробовал особый вкус не мирских взаимоотношений, а нечто особо взаимоотношений. Какой-то особой, высшей, прекрасный чувств к нему, как Адхокши Джимахарадж говорил, к тому прекрасному Господу, необычайно милостивому, необычайно деликатному, необычайно великодушному, прекрасному, заботливому, который подарил для нас этот мир, подарил эту чудесную планету, подарил нам законы, по которым мы жили, и подарил свободу, по которой мы можем выбирать, следовать этим законам или жить на собственном усмотрении. И вот когда Махараджира говорит, когда мы начинаем жить на собственном усмотрении, не победам, то тогда начинаются ссоры, конфликты. Если я живу для себя, то, соответственно, все должны служить моим интересам. И если кто-то не служит моим интересам, то я ему устрою проблему. Вот из-за этого все конфликты, из-за этого вся агрессия в мире, из-за этого все войны. А ваишнавы, они живут не для себя. Они попробовали этот вкус, и они живут для того, чтобы другой человек, они мечтают, что хотя бы, если я в жизни дам какому-то человеку почувствовать особый вкус любви Кришны, если он просто действительно почувствует его, вот тогда они считают, моя жизнь будет успешна. И ради этого они готовы потратить галлонность своей крови. Так сложно для человека дойти. Так сложно постоянно ему это объяснять. Так сложно иногда задевать его эго. Иногда объяснять очень простые вещи. Стараешься не обидеть человека, в то же самое время как-то сказать о правде. Правда на горьках минут, подчас. Но ваишнавы стараются делать так же деликатно, как Кришна. Кришна, он очень-очень деликатный. Он знает, что вы, каждый из вас уникальный. Кришна знает о том, что каждый из вас прекрасный. Каждый из вас это его близкий, это его друг. Но мы сейчас просто отвернулись от него. Он нам может помочь, если мы к ним обратимся. Но мы, если хотим, можем и не поворачиваться к нему. И опять будут ошибки, 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 ошибки. А вот Ананта Кришна, в Рагу сейчас нам расскажет интересную историю о том, как люди стараются быть счастливыми. Ну ничего, там все пять минут. Я потом продолжу. Может быть, Махарача прилет, и ты будешь обоих рассказать. В каком этапе? Начинаешь с нашел? Чего, чего? Про доброе чувство. Слушаю. А можно сказать, про... Здравствуйте. Здравствуйте. Я подозрюмся, пожалуйста. Как награде диди уже начала рассказывать по поводу поиска счастья, по поводу того, какие особенности у животных, их чувств. Ты можешь сказать, как всем проблемам, всем, которые были... и передала эстафету мне. Перед тем, как начать, мне хотелось бы принести свои поклоны своему духовному учителю Шишимар-Бахтеверянти Шитхару Махараджу, которого мы вскоре увидим. Также Шишимар-Бахтеверянти Нарайника Свами Махараджу, чьи портреты вы видите. Шишимар-Бахтеверянти Свами Махараджу. Это великие святые нашей линии духовной преемственности, ученической преемственности. И очень благоприятно приносить поклоны, потому что мы им обязаны очень многим, можно даже сказать, всем, что на самом деле важно. Потому что даже в мирской жизни мы знаем, что мы очень обязаны нашим учителям. Если бы, допустим, наши учителя в школе не вложили в нас, допустим, правописание, умение говорить, читать, то кем бы мы были, мы можем себе представить, насколько мы им обязаны. Ну и так дальше. В УЗИ, даже в обычной мирской жизни постоянно мы у кого-то чему-то учимся. Даже придя на работу, например, неопытным человеком, мы встречаем, допустим, более опытного наставника какого-то, и он нам рассказывает секреты именно мастерства конкретного данной профессии. Если мы не попадем к такому опытному наставнику, то мы не будем расти профессионально. Правильно? Это вполне естественно, и поэтому очень важно быть благодарными нашим учителям. Но когда речь идет о духовном, о каком-то развитии, о духовном пути, поскольку, ну, лично я убежден, что это намного важнее, чем материальное развитие. входит, то можно себе представить, насколько должна быть больше наша благодарность нашим духовным учителям. По их милости, по их благословению мы получаем какое-то знание, которым у нас иногда есть возможность делиться, как, например, сейчас у меня с вами. Поэтому я передаю то, что нам говорят наши духовные учителя с благодарностью. счастья. Итак, по поводу счастья. Если глубоко задуматься, именно задуматься о сути того, чем мы занимаемся каждую секунду, чем мы занимаемся постоянно, каждый день, чем наполнена наша жизнь и что движет нашей всей деятельностью, если мы проанализируем просто, то мы увидим, что это поиски счастья. Потому что любое наше действие направленное на то, чтобы как-то приблизить нас к счастью и устранить все проблемы, какие-то страдания. Достаточно просто глубоко задуматься об этом и быть честным с собой. Тогда мы увидим, что что бы мы ни делали, даже когда мы это делаем для кого-то другого, мы получаем от этого удовлетворение. Например, мы дарим кому-то подарки, и мы сами чувствуем счастье. Иногда мы дарим подарки из формальности и мы просто все считают, что мы должны подарить подарок. Допустим, наше положение обязывает подарить подарок. Может быть, мы не испытываем очень каких-то теплых чувств к этому человеку. Например, начальник. Принято выражать такое подчетение начальнику. Но мы дарим этот подарок, потому что мы понимаем, что если мы не подарим, он обидится, например, и нам будет дальше тяжелее работать. Он может быть затаит на нас какую-то злобу и в один прекрасный момент он нас уволит. И мы даем подарок просто для того, чтобы продолжать работу, чтобы у нас оставался этот наш доход, чтобы мы могли удовлетворить какие-то свои потребности. Этот поступок мотивирован поисками счастья и попытки избежать этих страданий. Даже когда мы не очень тепло относимся к этому человеку, а если взять пример, когда мы человеку делаем какой-то подарок, пытаемся доставить им какое-то удовольствие, то тут как раз нужна та самая частность, о которой я упомянул. Потому что очень часто, зачастую всегда, мы любим тех, кто нас любит. И когда даем человеку подарок, например, делаем что-то приятное, мы это делаем для того, чтобы сохранить отношения и чтобы самим дальше продолжать наслаждаться этим обществом, наслаждаться этими отношениями. Да, мы это делаем вроде, как можно сказать, от чистого сердца, вы говорите, без глубины души, мы действительно к этому человеку испытываем какие-то чувства. Но если быть честным и задуматься, то мы сами получаем наслаждение от общения с этим человеком. И поверьте, если мы перестанем получать наслаждение от общения с этим человеком, у нас уже не будет никакого желания с ним общаться, и наши отношения превратятся холодные, и в конце концов они расстроятся. это касается отношений между супругами, между родственниками, даже когда родственники ссорятся, ну все, мы уже почему-то их не любим, мы почему-то желаем с ними не встречаться, просто потому, что они надырдают, может быть, строят какие-то беспокойства, неудобства нам. И на самом деле в этом материальном мире мы очень часто называем счастьем просто отсутствие страданий. Это даже как-то вошло в такую житейскую мудрость, что ли, что отсутствие страданий это уже счастье. У многих такая философия, что истинного счастья в принципе не бывает, и когда там ничего не болит, особенно у пожилых людей, у которых уже начинаются различные болячки, суставы, все это такое, у них постоянно все болит. И вот тот момент, то положение тела, в котором ничего не болит, вот это счастье уже. Но это положение достаточно такое жалкое, если так задуматься, что мы готовы, мы смирились с тем, что настоящего счастья у нас нет и не будет, и какой-то просто момент, когда нет несчастья, мы радуемся. Не хотелось бы, чтобы Господь так устроил этот мир, что мы получаем счастье только от этого. Это сравнивается, знаете, как есть в древности был такой способ наказания преступников. Когда царь брал какого-нибудь преступника, вора или кого-то, чтобы его проучить, его сажали на лодку и возили на середину реки. Там могучие стражники брали его и помещали голову его в воду непосредственно и ждали, когда он отчасти начнет трястись. Когда это происходило уже, они понимали, что вот-вот и он отчасти умрет, они его всовывали обратно, давали ему глотнуть воздуха и снова обратно засовывали. Так вот, в тот момент, когда его высовывали, вы не представляете, как он счастлив был. Вот глоток воздуха и ветер свеж, и солнышко приятно светит, и все в него в этот момент хорошо, а потом его обратно туда засовывают. И говорится, ведическая мудрость сравнивает именно счастье, которое мы получаем в материальном мире, которое, да, есть, есть такие моменты, счастья действительно бывают, сравнивается с таким счастьем страдающего человека, которого большая часть времени, большая часть жизни находится под этой водой. И так уж устроено, что в нашей жизни очень много страданий почему-то. И ведическая наука этим страданием дает очень четкую классификацию. На самом деле многих это привлекает, что в ведическом знании все очень научно и все очень разложено по полочкам. Каждый оттенок эмоций, каждый аспект чего бы то ни было имеют в медической науке свой термин, свое описание, свои комментарии и так далее. На самом деле это очень захватывающее и такое впечатление как будто допустим мы никогда не знали о том, что существует рентген и как-то нам незаметно сделали рентген и потом про нас все рассказывают. Мы-то думаем, что никто не видит ничего внутри творится, а тут раз нас высветили как на рентгене, так и здесь. Часто говорится, что это все непередаваемое, что все эмоции наши все непередаваемое, но в физической науке все имеет строгую классификацию и когда с ее ознакомишься такое впечатление как будто ты просто какая-то машина и на тебя инструкция написана как ты функционируешь как у тебя все работает. Так вот возвращаясь к страданиям ведической науки есть классификация всех страданий, всех несчастья, которые с нами происходят и говорится о семи главных проблемах. То есть правильно можно согласиться с тем, что наши несчастья это наши проблемы и мы все хотим избавиться от проблем и стать счастливыми. Так вот эти проблемы перечисляются. Есть такой стих санскритский «Джанма мритю джаравиадхи» «Чего-то там оно должно». То есть четыре проблемы это рождение, смерть, старость, болезни это то, с чем каждый сталкивается в своей жизни и этого избежать нельзя. Кстати, еще пару слов скажу о том, что проблемы бывают настоящие, главные, а бывают второстепенные. И очень часто мы концентрируемся и боремся с второстепенными проблемами, игнорируя и как-то забывая, оставляя в неполе нашего зрения главные проблемы, с которыми нужно бороться, которые нужно решать. Так вот эти проблемы, которые сейчас будут перечисляться, они главные. Почему? Опять же, есть четкие критерии того, что это главная проблема. То есть главная проблема это то, с чем в первую очередь сталкивается каждый. Мы должны согласиться, что рождение, смерть, старость и болезни, с этим сталкивается каждый. или или кто-то здесь не рождался, или кто-нибудь здесь никогда-никогда не болел или не будет болеть. Бывают очень здоровые люди, но рано или поздно все равно какие бы ни было болезни, все равно настигают человека. Или может быть кто-нибудь не стареет, поделитесь этого секретом. Или может быть кто-нибудь уверен, что он никогда не умрет, тоже поделитесь секретом. Эти проблемы касаются каждого. Второй признак того, что проблема является главной, это то, что этого невозможно избежать. Согласитесь, все эти четыре аспекта избежать невозможно. Даже самые богатые люди, у которых очень много средств на поддержание собственного здоровья, они все равно стреляют, они все равно болеют, они ли рад. В клиниках убили даму самое дорогое оборудование, которое там воздух качает, самые дорогие лекарства, но так или иначе, они все равно болеют, они страдают, и они умирают от этих болезней. Сколько бы денег у него ни было, в связи с этим есть очень хорошая притча, подчеркивающая важность совершения самых главных проблем. То есть один человек, очень богатый человек, умирал, на смертном ложе его окружили его родственники, друзья, поскольку он был богатым, уважаемым человеком, у него было очень много родственников, очень много друзей. Они его окружили и говорят, вот, сэр, что мы можем для тебя сделать, скажи же, последнее желание, у тебя огромное состояние, мы сейчас тебе хоть что достанем, хоть что, все что угодно, все что ты пожелаешь, уже все, врач поставил приговор, что человек умрет в течение нескольких дней, человек сказал, да, да, у меня есть одно желание, пожалуйста, пробейте мою жизнь хотя бы на одну секунду, и все почему-то замолчали, потому что ни за какие деньги этого невозможно выполнить, никакие связи не помогут, ну, мирские связи. так вот, никто не может избежать этих проблем, и третий момент, то, что это всех касается, то, что никто не может этого избежать, да, да, и все хотят этого избежать, то есть никто не хочет этих проблем, с этим тоже можно согласиться, но у вас возможно уже сейчас зародилось сомнение, почему же рождение является проблемой, почему это является страданием, казалось бы, все хорошо, да, человек рождается, появляется на этот свет, со остальными теми еще могут согласиться, да, старость, болезнь, смерть, негативные вещи, почему же рождение, так вот медическая наука описывает процесс рождения, и так уж устроил Господь эту Вселенную, этот мир, что человек просто забывает то, что происходит в утробе и в момент рождения, а происходит там нечто не очень приятное, и в связи с этим опять же приводится такое сравнение беды, поймали, значит, одного человека, поймали его трое стражников каких-то таких очень сильных, они они его поймали, значит, связали, поместили в такой черный мешок полиэтиленовый, мешок завязали, и в этом мешке они его приволокли в туалет и подвесили там его поверх ногами, в этом мешке, уже как бы, да, неприятно, уже можно согласиться, что никто этого не хочет. Потом этого им показалось мало. Они еще взяли скорпионов и в этот мешок запустили скорпионов, которые начали его там жарить. И этого показалось мало. Они еще снизу под этим мешком разжигли костер, так что был очень сильный жар, и этому человеку если до этого он очень мог терпеть, то это уже его добило. Так вот, причем тут рождение? Когда человек находится в патруле матери, он там находится поверх ногами, там очень сильный жар, потому что огонь пищеварения матери находится здесь же в животе, видоописывает тоже процесс пищеварения, огонь, то есть это реальная такая субстанция огня, которая переваривает всю пищу. так вот кислота это еще и кислота, да, ну, кислота в желудке. Так вот, этому ребенку, этому зародышу, ему там очень жарко, он находится на перевернутом состоянии, он плавает в этой жидкости, в которой, то есть он сам там же как бы испражняется, все это, во всем этом там в собственном соку, так можно сказать. Плавает, там, естественно, все наше тело, оно заполнено какими-то паразитами, где-то какие-то живые существа, пытаются тоже выжить и получить свою долю счастья. Они там плавают, кусают этого мальденца, у него кожа очень нежненькая такая, деликатес у них. Что еще? Мамочка, если она вдруг что-то пьет, там такое, острую какую-то пищу принимает, если, не дай бог, она, конечно, как-нибудь вино пьет, алкоголь, если она курит, все это через кровь, потому что ребенок уже питается через кровь, все это попадает к ему. И, естественно, он тоже от этого страдает, потому что телец нежненькая и весь организм просто нежненький. То есть, вот, скорпионы это вот аналог живых существ, которые там поразит его кусают. Таким образом, в момент нахождения утроги матери, ребенок отнюдь нещас, хрифандора страдает там. и в этот момент говорится, что у ребенка еще открыто какое-то видение, он помнит, он понимает свое положение и он молится о том, чтобы скорее избавиться от этого состояния. Он молится Богу, он обещает исправиться, больше так не делать. Видимо, за что-то ему это дали. И он сожалеет об этом и обещает Богу, что я больше так не буду, пожалуйста, избавь меня, я все понял, я тебе посвящу всю жизнь. Все младенцы в утробе матери в молитвенной позе находятся, когда он университет. Настолько больно, когда он приходит в себя, например, после беспамятства, они все находят в такой позе, только могут даже выкринеться оттуда. Некоторые вспоминаются их прошлой жизни. Да, то есть там открывается что-то живому существу. Да, он в основном находится без сознания, потому что так легче переносить все эти страдания. Иногда приходит сознание, оглядывается вокруг и снова теряет сознание от болевого шока, потому что так легче. В момент рождения тоже, я думаю, что женщины, которые рожали, они знают, поскольку высокое давление, как ребенок выходит, и очень сильно сдавливает, тоже ничего хорошего, собственно, вас через мясорубку пропустить, можно сказать. И когда ребенок выходит наружу, на белый свет, все его радостно шлепают по попке, кричит, хорошо, все счастливы, он и кричит от этих страхов, от этих ужасов, от этих страхов. Женщина в роддоме, обычно, когда рожает, рассказывала мне, лежу в роддоме, мы потом со своими подругами обсуждаем. Мы обсуждаем, что никто из нас родили ребенка, думает, чтобы мы теперь хоть одного мужчину к себе подпустили, он просто становится враг жизни номер один, из-за каких-то небольших удовольствий вот такое терпеть на женщину, которая уже не первый раз рожает. Она говорит, подождите, подождите, сейчас скоро время пройдет, и вы обо всем забудете. Такова природа, да, мы очень, мы хотим очень быстро забывать о страданиях, потому что, ну, хотя бы там неприятно, приятнее как-то смотреть вперед и надеяться на то, что вот-вот за поворотом будет у нас счастье. То есть, мы описали сейчас четыре главные проблемы, которые преследуют всех, которые никто не может избежать, все как-то хотят от них избавиться. Почему они нас преследуют? Почему они нас преследуют? Об этом чуть-чуть похоже. Я просто закончил классификацию. И есть еще в процессе жизни, ну, как бы немножко другая классификация описывает три проблемы, три вида страданий, которые преследуют каждого человека. У них есть санскритский термины, все это очень подробно описано. Первое страдание это страдание от других живых существ. На санскрите называется татхи балтика. Когда мы, допустим, едем в лес за грибами, на огород, там едем куда-нибудь на природу, в поиск счастья мы туда едем, естественно, там постоянно нас кусают какие-то насекомые, но мы готовы с этим милиться, так или иначе они нас кусают и мы должны признать, что это страдание. Конечно, многие научились этого не замечать, но все равно мы страдаем от окружающих живых существ, от людей. Один человек другому мешает. на самом деле, я этой весной был в Индии первый раз в жизни и меня поразило насколько у них очень маленькое личное пространство, то есть они могут в принципе работать бурьбой, очень долго находиться и вполне комфортно себя чувствовать, особенно там есть такое понятие моториджи, это такой велосипед, на котором один кубический метр такой пространства в виде такой решетки загороженной немножко, туда русских набивается человек семь, индусы человек двадцать, наверное. То есть когда водитель едет, он едет в принципе даже не на одной половинке, а на четвертинке, он сидит за рулем, вот он сидит, так вот он рулит, тут пассажиры сидят. И ему комфортно, он никакой проблемы не испытывает. вообще не это поразило, потому что у нас широкие пространства, и если очень близко к этому человеку прийти, ну ладно, он потерпит пока в троллейбусе выдавки, но если нет какой-то причины, повода, нам будет некомфортно, шучу, чем это вообще стоит. То есть даже человек мешает, другой человек, какие-то проблемы испытываем от этого. Не говоря уже обо всех подробностях взаимоотношений людей и то, что мы очень часто из других людей делаем врагов своих, считаем своими врагами, потому что вот там не знаю, там баба Клава не поздоровалась со мной утром у подъезда или коллега по работе метит на мое место. То есть вот это постоянное соперничество, мы доставляем друг другу постоянные проблемы, не можем жить, уживаться мирно и сосуществовать. Второй момент страданий, которые мы испытываем, это страдания от различных стихийных веств, особенностей природы, природы явлений каких-то. Насонстритель называется Атхидайлика. Слово от слова Девот и Полубоги, потому что они управляют всем, об этом немножко говорили, громовержцы и так далее. То есть есть такие управляющие личности, которые управляют всеми стихиями, всеми природными явлениями, дождь, засуха, ветер, водные стихии и так далее. И если мы посмотрим на историю, даже недавнюю историю, то мы увидим, что стихия небеса приносит нам очень много бед. Всяческие тайфуны, ураганы, наводнения. Все, что может сделать человек в этой ситуации, это спасаться бегством, грубо говоря. Вот как тоже пример приводится, есть Япония, в которой было извержение вулкана. Такая технологичная сторона, у них все продумано, все работает идеально, но когда начинает извергаться вулкан, правительство говорит, бегите, это все, что мы можем вам предоставить на данный момент. То есть это вся вершина технологического прогресса. Тайфун в ураган и правительство может в этот момент, ну, правительство, наука может только сказать, вот через пять минут будет ураган, грубо говоря, может пораньше, меньше, или там тайфун, он бы немножко как-то подготовиться, чтобы ущерб сократить и потом разбирать завалы и так далее. Вот все, что мы можем сделать с этим проблемами. и третий аспект это страдание от своего собственного ума, от себя самого. На самом скрете называется Атхиатника. Атма, душа, душа, ум, то есть это я, то есть страдание от меня. И тоже мы можем задуматься, многие из нас страдают от различных, допустим, какая-то идея человека в голове, она свербит, свербит, и он даже не вот заснует, какая-то проблема, у него умер постоянно крутится. Беспокойство ума, вот так правильно будет сказать. И мы от этого постоянно страдаем. Как вчера, кстати, говоря, вечером на показе слайдов, тоже об этом на грехе и говорила, что у животных нет такой проблемы, они доходят до ближайшего сеновала и все, они спят. А вот у человека эта проблема есть. он постоянно что-то пытается себе выдумать, решить. Так вот, эти семь видов страданий, они неизбежны, они преследуют всех, но все хотели бы, чтобы их не было, чтобы мы были счастливы. Махарджи, can you explain now? I told a little bit about you, a little bit about Vaishnavas, Vaishnava Tatra, and he told about seven kinds of suffering. Should we continue? So, shall we continue? How many time do you? 20 minutes maybe. Then you can project the same thing. I think you can, does that exist, you can say? Does that exist? Yes, this is the half class. yes, yes, yes. Yes, I can. Thank you, Felix. So, what, 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 Много негатива. Одни негативы. Колосяки-пределённые. Смуха сплошная. Зачем мы говорим про эти страдания? А зачем? А как избежать страданий, а не того, чтобы навлечь на себя? Да это называют, это очень... Это и так все знают. А зачем вы это повторяете? Мне не надо ни болезни. Да, да, да. Я сейчас объясню, зачем мы говорим о страданиях. Зачем же мы... Да мне уже... Сейчас объясню. Зачем столько много негатива? Для того, чтобы мы искали решения, для этого нужно немножко понять о том, что у нас эти проблемы есть. Подчас, подчас мы живём и думаем, мы стараемся не думать о них. Мы, как Анна Кришна сказал, мы стараемся думать о второстепленных проблемах. Пока мы не заострём внимание о важных проблемах, мы не будем искать решения. Мы хотим предложить решения от главных проблем. Они ведь всем нужны, правда? Вы же хотите избавиться от старости, от рождения и от смерти? Хотите? Каждый хочет. Так вот, для того, чтобы... Для того, чтобы слышать об этом, для этого нужно на человека ведро холодной воды вылить. Он вначале ведь думает, что жизнь-то, она замечательна. У меня же, в принципе, всё есть. Квартира у меня есть. Дом у меня есть. Семья у меня есть. И поэтому зачем мне вообще чем-то заниматься, какой-то духовной практикой? Зачем мне слушать о каком-то Боге? У меня и так всё хорошо. Мне ничего не нужно. И вот для того, чтобы разрушить эту иллюзию, мы иногда выливаем вот такое ведро холодной воды. А вот теперь мы предложим вам решение этих проблем. Теперь они уже кажутся очень и очень актуальными для всех нас. Магарач попросил меня начать вторую лекцию о доказательствах существования Бога. Очень научным языком. Хотите посмотреть? У меня розетка нужна. Да, даю, даю. И он, this man, he said, «Why so much negative, so much suffering, suffering, suffering?» I said, «Because without understanding this suffering, we cannot find, we are thinking, everything is okay, we don't need any bhajjana. I said, what do you want to keep them? Then I have to teach you. Сейчас Магарач пока сделает киртана, я подготовлю аппаратуру. Вчера кто помнит, как полезно повторять хоринаму? Так вот. Когда повторяем хоринаму, это и хлопаем в ладоши, у нас все органы приводятся в тонус, все это здоровье начинает улучшаться. Когда мы поем хоринаму, как говорил Магарач, хоринама, он объяснял о том, что имя Крышны, это хоринама обозначает обращение к нему, к нашему творцу, о спаситель от всех моих проблем. Значит, он начинает спасать. О, самый прекрасный! И он начинает привлекать сердце. Вот тот, кто дарует покой в мое сердце. И тогда в нашем сердце появляется покой. Вот чтобы это сейчас обрести, с Магарача повторяйте, хоринь Крышна, хоринь Крышна, и вы почувствуете покой и радость. А потом я продолжу видео. На этом он начинается. Магарач, половина из них была в мое сердце, половина из них не знают. Вечерой кто пришел? Да. Вечерой я сказал одну историю с названием очевидно, Чинтамри. Кто-нибудь эту историю помнит? Мужчина шел по лесу, и у него была пустая сумка, и он видел 10-рублевых монет и целую кучу. Ну, конечно же, он набрал, но никого не было, хозяина, он решил набрать полную сумку. Он пошел дальше и увидел гору 100-рублевых купюр. Он выложил все монеты, взял купюры и пошел дальше, и он был очень счастлив. Дальше он увидел тысячную купюру, город целую, тысячную купюру. Он выложил 100-рублевую, набрал тысячную купюру. Пошел дальше и увидел гору тысячную купюру, выложил весь этот план, который взял раньше, и наложил полную сумку. Потом он ушел дальше и увидел философский камень, который... Золотые. А, золотые монеты, как видим, когда он брал золотые монеты. И следующий был философский камень, и он выложил все золотые монеты, взял философский камень и пошел дальше. Потом он увидел... Нет, не нужна помощь, я не буду как-то так называть, камень. Шамантык. Шамантык. Который превращает... А он... В какой-то период делает золото. Каждый день по 8 килограмм делает золото. По 80. И он думал, что он самый счастливый человек. Потом пошел дальше и нашел... Тут мне тоже нужна помощь, чем там... Это исполнять желание, как я помню. Он исполняет любое желание. И он выложил предыдущий камень. И в итоге чинтамык это есть... Ну, как Харе Кришна. Вот это... Махамантра. Так что вот... Все, конец истории. В чем привычное чинтамы и насчет других камней? В чем привычное? Да. В чем оно такое, такое ценное? Ну, то что, конечно. У каждого... Каждый может этим воспользоваться. Солото кушать невозможно. Да. То есть, если... Ну, что, вот этот камень... Во-первых, каждый человек может этим воспользоваться. От золота кушать. Тут есть... Любое желание человека с помощью этого камня можно исполнить. Все, спасибо. О, на грехе, это есть... Это есть маик. Я тебе скажу еще одну историю. Ахарыч может еще одну интересную историю рассказать. Сейчас будет один позитив. Да. Так, если вы говорите, это огромное название. Вы знаете, это Харикаршна-Маха-мантра. Ахарикаршна-Маха-мантра. Мантра, вы знаете, ты знаете, артягу мантрам, вы знаете, кто является невозможным. Он является невозможным. Он становится невозможным. Он называется мантра. И это чанти, это Харе Кришна, Харе Кришна, это мантра, это маха-мантра. Маха-мантра означает, между этими мистиками, с очень-оченью мистиками, это очень-оченью мистиками. На что способны обычные мантры? Например, в Индии змеелобы способны обычной мантрой призывать змею, которую укусила человека, она приползает и выпивает яд, и человек оживает. Обычная мантра — можно усадить птиц на шест, и они не шилохнутся. Они будут как живые, они поворачиваются, все делают, но они не улетят. А маха-мантра обозначает самая сильная из всех мантр. Великая маха-мантра. Я говорю вам, что вы слушаете, как только невозможно, невозможно, если кто-то умер, то, кто-то умер, кто-то знает, что он не может это материал, он остановит и умер, но эта мантра очень мощная, он остановит и умер. Это история. Это очень-очень, если кто-то умер, и мантра — маха-мантра. Как маха-мантра даже может остановить смерть? Маха-мантра расскажет историю. Да, в нашем стране, у нас есть человек, кто-то берет, это Сривас-мантра. И в Индии, у нас есть астрология, что происходит, что происходит, что происходит. Астрология — у нас есть многое, и злого из которых есть, что происходит — кто-то умер, кто в нём — это говорит, кто-то, кто-то любит в своей жизни. Если вы видели на астрологии, вы видите на астрологии, все остальные, они сказали, что на 16-е годы, он женя, оно дает, с пролетом, и мать, они только есть один сын, но много влияет, кто-то следует – о том, что на 16-е годы, поэтому и он нервничает, и это бед. Когда п Ezра выкинулись, он уважался, что у меня тут уже пройдет. И так думаем, что там можно приобрести? Память оскрепциях, обрабатывая, спустя, Приклик-клč, Продолжение следует, когда пойти на паначи и начальность, эта игра прочитана. Как раз только это в это время, в upset-клččк, хркшна-хркшна-хркшна-хркшна-хркшна-хркшна, хр-рам-хр-рам-хр-рам-хр-рам-хр-рам-хр-хр-хр. Это как раз, чтобы человек пожаловал, Махараш рассказывает о жизни одного человека, который воззвали Шенниваз. В Индии, когда рождается ребенок, приглашают астролога, который определяет влияние тех или иных планет вплоть до того, сколько человек будет жить. И мальчику предрекли о том, что он доживет только до 16 лет. И тогда родители его были очень расстроены, и когда мальчик сам подрос, он стал просто искать, а есть ли способы этого избежать, а есть ли способы остановить эту карму, эту судьбу. И тогда он стал изучать веды, стал просто искать в Писании. И столкнулся с такой фразой о том, что Харе Кришна Махамантра способна освободить от смерти. И тогда он начал повторять эту мантру. И тогда, когда он увидел эту мантру, когда он увидел этот Махамантра, он каждый день плачет его имя. И каждый день. Когда онació, этот день у которого в India, он стал повторять�, который先生 живет при этом среду, он стал пан Кwachе Гошпарг и горспод zapер este Махамантра. College мудральный Когда поступок торгла в день и он забился портел Вы saleский и сразу используете И когда очень малоist mare Продолжение следует. И тогда этот молодой человек, которому 16 лет, стал каждый день повторять мантру, он повторял ее с большой верой, потому что ему скоро наступал срок, вплоть до дня рассчитанный, когда он должен умереть. И он перед изображением Бога повторял эту Харькришку Махамаду просто с упоением, как спас единственное свое спасение. И когда наступил тот день, он уже сидел и повторял максимально эту мантру, и даже потерял уже сознание, он должен был умереть. И очнулся от того, что кто-то приводит его в чувства, кто-то просто бьет его по щекам, чтобы привести его в чувства. И когда он очнулся, он увидел, что никого нет рядом, и он очень удивился, как же это было возможно. Он был так благодарен, что это что-то сработало. А потом позже он встречается с Ашичатанем Махапрабху. Господь приходит в этот мир в каждую эпоху для того, чтобы нам помочь, для того, чтобы нам помочь, для того, чтобы установить религию, для того, чтобы установить метод нашего спасения. И вот в эту эпоху мы жили, как Чайтанем Махапрабху, как великий святой, идеальный святой, который принес для всех, который говорит Кришна Махамантру. И когда Чайтанем Махапрабху встречает Шеневас, он говорит, «Ты помнишь? Ты помнишь, как ты?» Тогда должен был уберечь. Шеневас говорит, «Да, я помню». Говорит, «А ты помнишь, как ты очнулся?» «Да, я помню, пощечину сочини». Говорит, «Мои были пощечины. Поскольку ты принял прибежище, поскольку ты искал спасение только в Моем имени, поэтому я тебя и спас». Только лишь Он, только лишь Кришна может нас спасти. Только тот, кто создал этот мир, тот, кто установил эти законы, только Он власти над всей судьбой. И если мы Его попросим… Он хочет, чтобы мы повторяли Харе Кришна Махамантру, чтобы мы к Нему обращались по имени, то тогда Он все может сделать для нас. И вы можете сказать, вы можете посмотреть на свою жизнь. У вас очень много страданий. Вы не можете видеть в любом случае, как судьбой. Но вы чанете эту мантру. Вы можете решить это легко. Это все разные проблемы. Это легко решить эту мантру. «Импоследовательство, иммиграбельство». Так же, всему себя отдадитесь. Повторению Харе Кришна Махамантры. У вас будет точно такой же опыт. Да. Я говорю, как это, это Сабдхи. Это не Сабдхи. Это не Сабдхи. Это не Сабдхи. Это Сабдхи Брахма. Вы говорите Сабдхи Брахма. Если я говорю, как его название? Татьяна. Как он назовет ему т llama? Татьяна, ghost. Татьяна. Татьяна. Например, Татьяна, та очень modest женщина. Ванная самаяREA вертhängande. И это сердце و HTML- стр capitalist. И она AMD- politicized. Она очень велик. Она очень велик. Это единственный звук, которое становится очень счастливым. Сейчас он Treasury Tomovici становится очень счастливым. И взносит�анные звуки, она становится очень счастливым. Обычные материальные звуки, например, вас зовут Татьяна, если я скажу, Татьяна такой замечательный человек, у нее такие хорошие качества, такой характер, такое сердце, в этот момент что будет происходить с Татьяной? Ей же приятно чувствовать, у нее все будет только улучшаться, а это просто материальные звуки, а материальная волна. Да, это только сабдак, это только война, он становится очень счастливым, если я скажу, что вы идиот, нонсенс, глупец, глупец, идиот, что будет? Просто обычные материальные звуки, но он превратится во врага. То есть, нельзя, нужно принимать новые звуки и выиграть такие приятные люди, что не хотел. Так что вы можете принимать ческ panel spirit, вы не можете заменить нюансовой книжки. Антонсенсы наивалл authority на ray Levitaeum, göndereстественные тела, или интернет-технические они, мне неalandabytes, на прекрасное слово, бр absent from frame, его даль 26. Мне нужно принимать корочества выпускников в целой слышimi. То есть, assignment Who is yourself? Это обычные звуки, когда мы говорим про Харикришна-Маха-мантру это звуки божественные, это не материальные звуки. Эта мантра не родилась в этом мире. Харикришна-Маха-мантра, хоть у нас есть способность ее произносить, но она имеет другой природы, не материальной. И поэтому она, как ничто, больше влияет на наше сознание. Итак, вы пытались... Например, ученые... Однажды исследователи, которые исследовали, почему в Субботе говорили, что его имя больше, чем сладко, чем сладко, чем сладко. Потому что все остальные звуки, которые сейчас столкнулись с ведами, изучают веды. И проводят эксперименты, показывая воздействие этих божественных звуков. Например, один из профессоров Нью-Йоркского университета работает прямо в нашей Санге. И он проводил исследование. Он говорит, если вы возьмете, вы каждый дом у себя это можете увидеть. Делать такой эксперимент. Нужны просто три комнаты. Но правда там нужна изоляция. Можно три каких-нибудь определенных ларца или сундука. Ну, чтобы изоляция была. И вот в эти три емкости поставить ростки, зерна, чтобы они прорастали. Одинаковое количество зерна, чтобы было при одинаковых условиях. И если в одном месте можно какую-нибудь современную музыку играть, типа там рок-н-ролл там или рэп какой-нибудь. В одном просто вообще, чтобы не было звуков. А в третьем просто включить на аудио записанное в Гарри Кришну Маха-Мантру. Если через несколько дней посмотреть, то что можно будет увидеть? Когда делаете эксперимент, что увидели? Там, где была просто тишина, там взошли всходы, то есть проросли зерна. Там, где была современная музыка, но она была такая тяжелая, они не взошли вообще. Там, где была Харри Кришна Маха-Мантра, они взошли на 70% больше. А ведь это была просто аудиозапись кассеты. То есть как Харри Кришна Маха-Мантра, даже озерно, да, это сознание, но это настолько неразвитое сознание. Даже на растения так влияет. Что говорит на наше сознание, которое развитое? Да, так что если у вас есть какие-то болезни, что это дали, это джар, вы знаете, если у вас есть какие-то аффекты, когда вы в чатане, то почему не у вас есть такие аффекты? Хорошо. Хорошо. Попробуйте повторить это за мной. Скажите, вчера я говорила, что вы были члены эти названия, а также плачевая. Скажите, Хлопанье в том, что у нас на руках расположена судьба наша, и каждый экстрасенс может как бы прочитать, но не совсем точно. Хлопанье помогает изменить судьбу человека. Плохие линии меняются на хорошие. А то, что есть соприкосновение к каждому органу, когда мы нажимаем на какую-то точку, то у нас к тонус приходят определенные органы. А эффект усиливается, когда это вместе с Харикришном Ахамантурой. Это лифлайн, Тари? Да, Махараджи Толгу. Хорошо, Харикришна. Хорошо. Харикришна, 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 Харикри, 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 Хар Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил Д 광хату Диабандыш ンタра портале В mencionстве И когда мы громко повторяем Гари Кришна Махамантру, мы ее не просто повторяем, мы ее еще и слышим, она очищает наши уши. Мы повторяем, и от этого наш ум, мы еще начинаем об этом думать, размышлять, очищается наш ум. Поэтому Махарад говорит, как можно громче, повторяйте Гаринаму. От этого он говорил, что это очищает даже невидимо весь город, весь Ачинск. Сейчас очень много людей, которые страдают, самые разные ситуации. А когда мы вот в этом месте повторяем Гари Кришна Махамантру, они вдруг сейчас в сердце почувствуют что-то лучшее, что-то теплое, что-то, какое-то послабление своих страданий. И Ачинск, и на большие километры очищение происходит земли, когда повторяет громко вместе много людей. Харикришна Махамантру. Итак, Наши скидки рассказывают, что этот звук, как много, как громко этот звук, чтобы все разные типы, которые полностью двигаются, какие-то плохие вещи, которые входят в свой Господь, которые входят в свой Господь и имя, и всем. Писание говорит о том, что когда человек громко повторяет Святое имя, он на много километров вокруг очищает людей, и не только людей, всех живых существ от плохого, от того зла, которое накопилось, от той ненависти, от той ненависти, от той... Он дает облегчение, дает чистоту и светлость. У нас, например, если где-то, например, в Индии случается какая-то ситуация, где очень сильно люди страдают от какого-то агнета, то таббашнавы просто берут мариданги, барабаны, вот эти вот, караталы, вот эти штуки, и начинают громко по улицам ходить, ходить по петь эту красиво петь Харикришна Махамантру. И говорит, и у всего населения становится лучше сразу жить. Вы можете посмотреть, вы можете также в ваш дом, в вашем городе, вы можете практикованно делать это, вы можете себе представить это, как в вашем доме. Мы не сможем решить какие-то проблемы. Вы можете сидеть в стороне грешни, хлопать и чать. Вы можете легко посмотреть, вы можете наблюдать все различные штуки. Как только встретились с какой-то проблемой, которую не можете решить, которая очень сильно давит на вас, садитесь перед изображением грешны, берите четки и повторяйте Харинамку. Действительно, прощая его помощь, обращаясь к нему, и вы увидите, как проблемы вы можете решить. Харикришна Махамантру. В Махтукатады Сонян Свангардхов, В Америке, Офрикришна, если что-то собаке-бышее, что я же не могу разговаривать, едва пупление, и они удивлялись. Но как и дизайд, они не могли большие вот это слова, созлили в собственную жизнь. И как толщина, он не могли убить, и больно, столкнулись, разумлись, где они не смогли взять никакой RP Кртал, и плачет его малины. Когда он плачет его малины, он пошел в один парк, сидит в деревне, где есть, кто-то думает, что Баба, я могу пить алкоголь, плачет его. Но он продолжал плачет, 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 плачет в атмосфере, он полностью менялся, он уже был в доме, он уже был в доме. И когда он приехал туда, он посиделся в нью-йоркских доущобах, где живут хиппи, тогда вот в 60-х годах, 70-х годах. Что представляли собой эти хиппи? Полностью напичканные наркотиками люди до бесчувственного состояния, которые только пили и наркотики принимали. И тогда он просто выбрал себе место, где там вокруг все пили, в Тонкин-сквере, то есть в парке Тонкинс под деревом, и просто стал играть на караталах и петь характерно махомантру. И люди стали вокруг подходить, эти полупьяные, эти юноши и девушки, стали спрашивать, у них они почувствовали какое-то необычайное дружелюбие к нему, кто каждый хотел ему что-то подарить, они протягивали ему свои бутылки, чтобы он тоже насладился их счастьем, своим сигаретам, своим кольцам и все остальное. А Прохупада просто играл на караталах и повторял Харе Кришна Махомантру. Он просто чистил, 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 чистил. И потом вот эти хиппи, которые бежали рядышком со своим веном, они потом превратились в таких достойных людей, в таких достойных людей общества, чтобы по всем странам стали ездить, открывать храмы в каждом городе, и в Америке, и в Англии, и в Франции, везде. У них абсолютно здоровый образ жизни, светящиеся глаза. Когда люди видели их, они просто думали, откуда эти небожители спустились. Вот это вот воздействие Харе Кришна Махомантры. Хорошо? Показать! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok Кришне Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Иногда даже в компании каких-то людей вроде как всё должно быть замечательно, а при этом чувствуешь одиночество. Это потому что наше положение, мы очень-очень давно потеряли нашего папу. Мы пытаемся свыкнуться со своей жизнью, с тем, как можно жить одному, уже совсем позабыли, как жить с ним. Но если бы мы сейчас видели, чувствовали его буквально в своей руке, если бы мы сейчас видели о том, как каждый день он с любовью для нас что-то нам даёт, дарит, решает наши проблемы, мы бы видели, если бы мы научили видеть, как он нас любит, как он нас помогает, как он о нас заботится, ты идёшь по улице, и тебе везде зелёный свет включают. Простая аналогия. Ты идёшь везде, и все тебе улыбаются. Ты идёшь везде, и все тебя любят. Почему? Когда ты чувствуешь папу в руке, то тогда ты можешь всё, он твой лучший друг. Тот, от кого все зависят, твой лучший друг, который тебя любит больше всех на свете. Вот только когда мы снова почувствуем эту руку, когда мы обретём взаимоотношения с Ним, вот только тогда мы поймём, что такое настоящее счастье. Тогда мы забудем о мелких страхах, о мелкой боязни, об одиночестве и обо всех остальных неурядицах. Тогда и начнётся самый настоящий улопад, настоящая жизнь. Харшава, пока он не сможет быть счастливыми в полной мере. Таким образом, Krishna говорит боговδα-гитт, «I am your father, I am your mother, I am your sister, I am everything, I am here. Пока ты будем жить в воде, когда я живу, я в могилу ГHHT. Это мы, мы, и все наши дома есть, и у нас именно другого рода, мы господин. То есть, в кришновском богов forensества говорит, «мам, упату, тукам, 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 тукам». Когда ты приходишь мне, ты связ музыка, и спешиваешь в парам-санти. Пусть идёт Тук Terrientом, и прессивь, спокойная благодность. Кришна — это не нечто потустороннее, непонятное где-то там. Кришна говорит в Ведах, я твоя мать, я твой отец, я твой друг, я твой возлюбленный. Он просто всё время заботится о нас, всё делает для нас, но ждёт, когда мы к нему повернёмся и захотим иметь с ним взаимоотношения. И тогда он в полной мере раскроет себя. У него для нас приготовлен замечательный дом. Замечательная реальность на Галлоке Брендавани Кришна. И там мир любви, который отличается от той реальности, в которой мы сейчас живем, от той искусственной реальности. И если мы построим все взаимоотношения, то Кришна с большой желанием нас просто избавит от этих проблем. Он только ждёт этого. У вас есть такие вещи, как ваш дом, ваш дом, ваш дом. Очень просто. Вы идёте на улице, на какие-то путешествия, из-за没-человечения, очень- stabiles, Но если, если вы не radioactive на улице опять верn vi naar huis, это занимstorm назначено volontaireми province, что если вы просто приехали на celто, и всё равно вы неureстουν, то вы как-то неур humourли. Вдёте не clusters, что у нас просто смjutны, если вы не знаете этой cleaning, пойм Next sknow smartphones с какой-то наátel. Вы представляете, насколько вы здесь видите хорρ lietta? Мы на лад de лицо фадё ninety-пак. Он говорит, вот представьте, у вас есть своя квартира, пусть она простая квартира. И вы поехали в командировку, и вы там ночуете в очень дорогом отеле. Вам что будет нравиться? Ваш дом и тот отель. Все равно будете ждать, когда я вернусь домой. И вот то чувство, когда ты приезжаешь, ну как бы там не было хорошо где-то там, но когда возвращаешься домой, совершенно другое чувство. Вот то же самое, когда Махарадж хочет передать то, когда почувствуем себя с Кришной вместе. Этот мир, каждую жизнь, мы все еще тренируем дом. Эта жизнь, мы все равно переселяем дом, после вымеряем, закончим, снова в другой роде. Жизнь и жизнь мы все еще тренируем рода, 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 рода. Почему? Вообще, в нашем роде дом нет Ачи, но рода, рода, рода нет Ачи. Поэтому мы все время меняем, меняем, меняем. Я живу в другом месте, у меня другая верлога, квартира или еще что-то, в третьем. Из жизни в жизнь у нас какие-то постоянные разные роли, разные помещения, в которых мы живем, пока мы наконец не обретем свой настоящий дом. Мы просто квартиранты тут все время. Нужно вернуть в Итландию. Так что случилось? Некоторые научные люди, они были так много разочарованы с другими людьми. Они были так много разочарованы с другими людьми. В этих сих пор это всё. У них есть шанс и не дыша. У них есть большая часть. И это как это происходит. Это 2. Это, когда мы были манки, мы быстро стали манки. Это 2. 3. Это здесь. И это дыша. Мы быстро стали манки, а мы стали манки. Три пент те люди, да,acle топот, а также сokчёта там театре, так они не учтёте. Так они не учтёте. Если ты думал, что только не учтёте, это тоже не учтёте. Показать тебе истинно. Так, давайте это покажем. Все, что главное, мы говорим за вещь, это не твой пент. Нас учтёте, что нет логового, там не логовый её, не владелёт. Некоторые людям они из обиды. перед Господом из-за ненависти, тех или сильных обстоятельств. Например, что было с Дарвиновым. Предыстория того, что было с Дарвином, после чего он сделал эту эволюцию видов. Дарвин влюбился в свою собственную кровную сестру. И когда она стала рожать, две ребенка у них подряд умерла. Понятное дело, сестры, на братьях жениться это нельзя. И когда умирали дети один за другим, то он возненавидел Бога как своего врага. Человек в таком состоянии, он не способен к логическим мыслям, адекватным мыслям. Он настолько был в злобе, что он решил отомстить Ему. Это сами биологи рассказывают, его биографию. И тогда он поехал на Канадские острова, и на примере птичек ему подсказала идея. О том, что вот одни птички были с таким клювом, а вот тут на другом конце острова птички с другим клювом. Одни с одним, другие с другим. Так потому что они разные орешки перекусывают, поэтому у них по-разному образовался клюв. «Нету никакого Бога, — заявил он. Нету и не было. Просто вначале были одноклеточные, потом многоклеточные, потом эти многоклеточные обрели ручки и ножки. Плавники. Сначала они жили в воде, потом часть из них перешла на сушу, они стали ползать, они стали отрастать ручки и ножки, они стали ползать миллиарды лет по суше. Потом они как в соответствии с разными климатическими зонами, они стали все разные вещи отрастать. Вот часто то, что мы сейчас видим, — это вот результат того, что просто миллиарды лет у них все стало отрастать. В результате мутации. То есть мутация существует, ибо иногда возникает какой-то вид, там сросшиеся дети, или там возникает шесть пальцев, у кого-то еще что-нибудь, это называется мутация. Так вот Дарвин предположил, что вот в результате вот такой мутации, когда эта мутация находила применение, то вот такие вот лучше размножались, а остальные, у которых этой мутации не было, они умирали. И поэтому если у кого-то шесть пальцев, если они пригодились бы шесть пальцев, то размножались бы только те, у которых шесть пальцев. Вот эта программа как раз показывает о том, насколько непродуманно, насколько глупа, и она полностью развеет это сомнение по поводу того, что мы произошли не от обезьян. А что это от лица Ватикана признано, что эта теория Дарвина тоже имеет право на свое существование? Даже самые ученые теперь уже от нее отказываются. Например, в Америке уже в школе не преподают ее. В России еще пока не до этого. Видать, очень сильно мы завязаны в гонке вооружений, а в Америке уже в школе это не преподают, потому что до сих пор нету ни одного доказательства перехода одного витра в другой. Так вот, вторая теория, которую создали, тоже, видать, такая своя подоплевка была, о том, что нет тут никакого творца. Все произошло просто из большого взрыва, называемого Big Bang. В университете в Нью-Йоркском есть целый институт, на которых на много этажей различные теории собраны. по поводу того, как это сотворилось без творца, чтобы были теории без творца. Так вот, и ни одна из этих теорий так и не признана правдоподобной, потому что не каждая из них имеет неправдоподобные допущения. А теперь посмотрим эти слайды. То есть на этих слайдах, всем видно? Если не видно, садитесь ближе, будьте как дома, располагайтесь просто-напросто поближе. Не стесняйтесь, ради Бога. Особенно там на галерках. Подпрыгивать дело не решит. Там нет свободного кресла, Магарадж говорит. Чтобы я тут на раскоряку не стояла. Нормально, вот я иду. А, давай. Пожалуйста. Да, вот, спасибо. Просто компьютер положил поставлю. Окей. То есть эти слайды будут по поводу того, где доказательства того, что это Бог и действительно ли существует Писание. Поскольку мне времени дается на… у нас до конца программа. Какой-то… how much, how long I can speak, Магараджа? В общем, я могу это рассказывать, наполняя историями интересными, в том случае, если у вас есть время послушать. И я могу просто по ним пробежаться, объяснить их суть. У вас есть время послушать? Рассказываю. Послушаю. 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 Ага. Лишь бы вас дома потом не потеряли. Вот. Здесь я вам рассказал. Так что я сказал, что как вам будут думать на Бога, и друг. И другим, что вы также… еще после упрощения вот этого. Теперь мы говорим о том, что как мы говорим о таком, то это самый лучший акт милосердия который сравнивается даже больше чем если построить тысячи больниц и тысячи школ почему помните ту историю когда папа с ребенком потерялись было парке люди конечно давали и конфетки и карусели чтобы как-нибудь отлично но только папе папа был нужен вот точно так же мы можем люди помогать чем-то материальным на время сабить какой-то пищей на время сабить какой-то одежды но самый высшим акт милосердия это когда мы человека по человеку создаем какой-то вкус интерес чтобы он вспомнил о своем собственном отце вот тогда он будет более всего нам благодаря когда он придет связи в отношении с кришной махараджи говорит превратите свой арчинск в арчинск чтобы все тут любили кришну и вы все это можете сделать мы можем быть добрыми людьми великодушными мы тут самая лучшая возможность азарсал да кто то это с Вы можете потом принести свои флешки, я Вам могу на флешки все эти, и первый слайд, который я наполовину показала, и вот эти я могу вам передать, и Вы можете своим домом показывать, рассказывать. Можете лекции его собирать, а Питера рассказывает. Так вот, история о садо. Садо обозначает те люди, которые занимаются духовной жизнью, отшельники что ли. Был в Индии такой отшельник, жил в лесу, и вся деревня не понимала, что он там делает, наверное, что-то особенное. Решили к себе пригласить, чтобы он им рассказал о Боге, что он там делает в этом лесу. И она долго ходила, упрашивала на поклон к этому саду, и садо наконец пришел в деревню, вся деревня расобралась, сидит, ждет. И садо говорит, вы в Бога-то верите? Поднимите руку, кто верит. Никто не поднял руку. Тогда садо говорит, ну если не верите, что я буду вам говорить? И ушел. И эти деревенские жители такие в недоумении думают, ну как же. Решили еще пойдут его упрашивать, и уже перед собой договорились, как только он, если он нас спросит, верим ли мы в Бога, все поднимем руку. И когда пришел в стаду, опять сел перед теми и говорит, вы в Бога-то верите? Все подняли руку. Он тогда говорит, ну если верите, что мне вам рассказывать? И ушел. И ушел. Обычно раньше не занимались проповедью как таковой, не рассказывали об этом. вера, потому что у людей в миру она вроде как и есть эта вера, а вроде бы как ее и нету. То есть иногда, когда мы в какой-то опасности, мы вроде как обращаться к Спасителю, но она у нас ничем не закрепленная. Она у нас вроде как и есть в Бога, а вроде как и нету. А мы его и не видим, и не слышим, а может быть это глупо, а может быть все-таки есть. И в итоге мы все в таком положении, как эти деревенские жители. Мы вроде как приглашаем себе кого-то, чтобы послушать, а веры-то в это нету, чтобы послушать. А вот сейчас очень замечательное время, когда приходят эти вошнабы и научно начинают нам доказывать очень милостью по сравнению с прошлыми. «Сколько из нас сегодня верят в Бога?» Ну, в принципе, в России сейчас стало уже гораздо больше. Как оно все выглядит? То есть, почему иногда мы совершаем те или иные виды обрядов? Ну, потому что иногда, как я говорила, что перед какой-то опасностью, перед какой-то проблемой ищешь-ищешь, где-то за помощь. И поэтому на войне, идет война, летит пуля. Пусть там последний атеист, все равно в своей душе ты будешь обращаться к Господу за спасением. То есть, когда петух клюнет, тогда все равно каждый в душе обращается. Потом, очень выгодно верить в Бога. Получаешь признание от людей. Например, если вдруг общество тебя принимает как человека духовно просветленного, все начинают перед тебя почитать. Все начинают перед тобой преклоняться. Например, лекарства, какие-то контрабанды невозможно перевозить через границу. Едет священник, его полу не осматривают, потому что уважаемая духовная персона. Поэтому многие этим пользуются. То есть, нет, все мы знаем о том, что иногда в религии просто используют под именем религии и совершают бизнесом и всеми остальными видами. Просто очень высокое почитание таких людей в обществе. Как только начинаешь верить в Бога, сразу ты получаешь положение в обществе выше. На некоторых, например, государственных службах принимают только те, кто православные. Или в некоторых компаниях принимают те, кто мусульмане и так далее и тому подобное. То есть, иногда человек этому следует внешне, потому что это выгодно по тем или иным. А иногда на случай, а вдруг есть. То есть, мы когда из квартиры в квартиру переезжаем, мы там что-нибудь бормочем, что-нибудь переносим, или кошку вперед запускаем. Не потому что мы в этом уверены, но потому что а вдруг есть. Поэтому можно заодно и сделать. Анекдот про Вовочку. А? Анекдот про Вовочку есть такой. Про Вовочку? Что за анекдот? Очень хороший анекдот. Значит, в Советский Союз Вовочка, учитель, учительница Мария Ивановна, значит, урок атеизма. И Анекдот говорит, дети, давайте сейчас все поднимем руку вверх, фигушку сложим и покажем ее Богу. Ну, чтобы как бы это, чтобы Бога нет. Все поднимают, Вовочка не поднял. Она говорит, Вовочка, почему? Она заподозрила его. Он такой, Мария Ивановна, ну, как бы, если Бога нет, кому показываем? А если Он есть, зачем портить отношения? То есть, когда ты не будь как раз правильно. Вовочка оказалась самым умной. Запоминаем историю. Да, идем дальше. Почему же нам не верится при этом в Бога? Да, потому что не хочется выглядеть глупыми, потому что его… нет ведь доказательств этого существования. Почему я буду выглядеть, как человек не совсем адекватный, который верит непонятно во что? Не видно его. Мы часто встречаем, а ты вообще когда-нибудь видел? Ты всю свою жизнь для него одеталась что-то, ты вообще когда-нибудь видел, нет? И слишком уж много несправедливости в этом мире. Где Бог? У Бога должен подразумеваться справедливость. А тут ведь так много несправедливости. Почаше даже те, кто Ему очень-очень служит, потом с какими-то несчастьями случаются. Был бы Бог, не было бы такой справедливости. Ну и подчас сами представители той или иной веры, они как бы тоже могут разрушать нашу веру в ту или иную религию. Мы не упрекаем. Итак, весь эта сессия состоит сначала из доказательств существования, потом он описывает, а ну и кто же он этот Бог, и как его увидеть, откуда о нем вообще узнавать. Тоже не хочется ведь быть обманутыми, когда если что-то хочешь узнать, нужно быть какой-то очень хороший источник. Так вот, немного о прошлой лекции. На прошлой лекции вчера те кто были, они видели в чем мы отличаемся от животных. Я говорила о том, что у животных гораздо лучше работают чувства. Они могут лучше видеть, лучше слышать, лучше чувствовать, лучше во всем. Но у человека на один больше инструмент. Какой? Обстрактное мышление. Обстрактное мышление. Человек способен понимать, принимать все, размышлять понятиями и категориями. Он может обобщать, он может какие-то детали смотреть в какой-то группе, и из-за этого он может видеть нечто такое, понимать нечто такое, которое не увидеть. Например, у меня есть ум или нет? Его видно или нет? Видно. То есть человек безумный я человек или адекватный? Если проблемы с умом, то человек безумный. Если про ум нормальную работу, человек адекватный, его не видно. Но по нему можно судить по признакам человека, по тому, как человек поступает. Вот это как раз результат абстрактного мышления. Можно даже не видя что-то, уже увидеть присутствие этого по некоторым признакам. Что же нам дает абстрактное мышление? Не берет отдельные детали для размышления в целом. Из-за чего мы говорили о том, что благодаря абстрактному мышлению, человек может поэтому заниматься наукой. Может заниматься искусством. И может осмысливать жизнь как таковую. Например, если мы берем законы механики, их без абстрактного мышления не понять. Никакому животному это будет не под силу. И теперь вот этим абстрактным мышлением мы начинаем смотреть вокруг нас. Как правильно пользоваться инструментом. Зачем фактически и нам дали этот инструмент? Почему человек это звучит гордо? Почему к человеку взывают разумно? Смотрим на окружение вокруг нас. Например, если мы какие-то видим устройства, то мы как люди здравомыслящие прекрасно понимаем, что за этим устройством, за этим микрофоном раньше находился человек, который понимал необходимость в этом устройстве. Потом он сделал идея, проект. Потом это устройство произвели, распространили, и теперь им можно пользоваться. Никакой здравомыслящий человек не поверит в том, что это упало с неба. О том, что это, например, была какая-то куча мусора. Представь, там железо, цинк, все это лежит. По нему миллиарды лет били молнии, дул ветер, и вода разбрызгивала. И потом получился... Ни один здравомыслящий человек в это не поверит. И поэтому, когда мы видим какой-либо сложный предмет, мы, естественно, понимаем, что за ним был какой-то человек. Например, у телефона Грахам Белль. Поезд изобрел Джеймс Вод. Поезд тоже сам не появился. Телескоп изобрел... Кто любит у нас эрудиты? Галилей. Лампочку изобрел... Ильич. Постоянно этот вопад не слышал. Ильич. Ильич ее привил электричество в гости. Ее Джеймс Вод запрет. Томас Эдисан. Итак, все эти предметы, которые мы видим вокруг, мы прекрасно знаем, что за этим был какой-то человек, который всё это сделал. Могли ли сами эти вещи появиться, сами по себе? Нет. А теперь своим абстрактным мышлением увидим нечто более дальнее от нашего зрения. Да, мы не видим, что находится за этой стратосферой, но мы уже знаем о том, что эта планета круглая, мы уже знаем, что она покрыта воздушной оболочкой, и мы уже знаем о том, что у неё есть своя орбита, и мы уже знаем о других планетах, которые каждая из них вращается по своим орбитам. Ну, у нас уже есть представление о Солнечной системе. Это конструкции гораздо более сложные, чем вот этот микрофон. Одна только наша планета со всей микрофлорой, со всей макрофлорой, со всеми флорой-фауной, со всеми законами, которые здесь, как это всё идеально. Даже наше тело строение, далеко ходить не нужно, строение нашего тела, любой медик, даже одной клеточки. Сейчас микробиологи уже могут сказать о том, каково сложное строение нашей клетки. Оно гораздо более сложнее, чем самый большой мегаполис, как Москва. Оно работает замечательным образом. Всё в гармонии. Всё работает в гармонии. Всё систематизировано. Всё работает в системе. Например, вот эти небесные тела, которые вращаются по своим орбитам, они как пушинки вращаются, нисходя со своих орбит. Они как часы вращаются. Мы наши часы по ним сверяем. Мы изобретаем часы. Но у нас всё время проблемы с часами. Мы их сверяем по Солнцу. Мы примеряемся к Солнцу. Солнце работает как самые лучшие часы. Мы такие часы никогда не закрытём. Поэтому все... Почему сейчас можно выпускать эти космические ракеты? Потому что там всё спрогнозировано, там всё высчитываемо. Там всё работает как часики. Без ошибок. Возьмём... Это крупные вещи. Возьмём мелких живых существ. Пчёлы. Те, у кого улья были, они знают, что это такое. Учились пчёлы в школе или нет? Не учились они ни в высшей математике, ни в геометрии, ни другим... А почему они способны... Их строения самые идеальные. Вот это строение улей, вот этих сот. Учёные говорят, это самая идеальная конструкция. Самая точная. Для того, чтобы расположить как можно больше лёвности. Вот этими трапециями. Кто учил, какие чертежи они там делают, чтобы строить эти улья? Кто у них там главный генератор? Муравьи. Муравьи, когда строят... И что пчёлы, что муравьи, они могут строить свои конструкции, начиная с разных сторон. Не с центра, например, вот когда мы строим дом. Мы сначала делаем фундамент, потом мы ставим там ставни, потом платформа, потом здание. Когда они строят, они строят... Представьте, дом строится с разных сторон и в середине им идеал используется. Вот так строят. Каким образом? Кто управляет ими всеми? Какой? У одного здравого человека появилась вообще здравая идея. Они все за идеей. Ну, я говорю, они обучались в школе. Они все знают, как это всё сходится. Они друг с другом синхронизируют свои мышления. Да, и поэтому они лучше геометрические фигуры сделают. У них очень сильно видят, разве... И вот мозг очень сильно, гораздо больше, чем у людей. Муравьи, они... Да, это больше. Ну, объяснить муравью мы не сможем. Что такое, например, терминфабура. Конечно. Ну и муравей... Ну и мы не способны понять, почему муравей ведёт себя именно так. Особенно... Есть только одно правдоподобное объяснение за всем этому. Вот допустите, допустите то, что муравей гораздо выше сознания, чем человек. Оно встретится с другими противоречиями. Оно встретится с тем, что почему же они делают другие здравые вещи. Они, например, в классы не собираются, не обсуждают, не думают. Поэтому вот эта идея по поводу того, что они просто сильно развиты, но в другом направлении, она сюда уже неправдоподобно смотрит. А вот... А теперь мы рассматриваем, мы просто постепенно перейдём, какая же правдоподобная объяснение за всем этим. Итак, когда мы смотрим за любой конструкцией, мы видим, что уже за каждым творением всегда есть творец. У нас появилась гипотеза, если всё это работает, значит, у этого всего есть творец. И теперь об этой эволюции, о теории, как называемый, большой взрыв, о которой, в принципе, сильно в школе не заострялось внимание. И понятно, почему не заострялось. Оно звучало, но не объяснялось. Любой здравомыслящий человек знает, что после взрыва не что-то создаётся, а разрушается. Например, если вы дома у себя в квартире произведёте взрыв, там ничего не создастся. Там будет всё разрушено, правильно? Вот этому мы свидетели. Мы никогда не были свидетелями противоположному. Если у кого-то было противоположное, он может так утверждать. Но у нас в опыте такого не было. Да, смотрим дальше. Итак, идея большого взрыва. Как она звучит в учебниках? В соответствии с теорией большого взрыва всё началось с некой точки бесконечно высокой температуры, бесконечной силы давления и бесконечно крохотного размера. Подчёркиваю при этом, что физически этого не понять, математически этого не объяснить. И это вообще вне каких-то представлений о времени и пространстве. Всё понятно. Вообще всё логично, ребята. Сами же учёные не принимают эту идею. В британской энциклопедии написано. И важно подчеркнуть, что теория так и не принята официально. Потому что эта теория имеет неправдоподобные допущения. Но не было такого ни у кого в практике. Смотрим дальше. Например, один ребёнок, он разговаривает со своим отцом и говорит, «Папа, но наука — это наука. Как же можно за научную теорию принять нечто математически неподсчитанное, физически необъяснимое вне времени и пространства? Каким образом оно тогда относится к категории наука? Может быть, это относится всё-таки к слепой вере? К той самой слепой вере, за которую ругаются эти учёные? На самом деле существует только одна правдоподобная идея, которую мы сейчас постепенно по полочкам будем раскладывать. Первое — о том, что мы являемся свидетелями того, что если мы что-то видим, то оно предполагает за собой Творца. У нас не было другого опыта. Дальше смотрим на законы природы, которые вокруг нас. У нас много законов в нашем обществе. Берём правила дорожного движения. Если мы видим светофоры на дорогах, поезды, ГАИ и всё остальное, понятное дело, мы знаем о том, что в этом была необходимость. Законы эти постановили. И мало того, всегда нужно поддерживать выполнение этих законов. Всегда нужна какая-то исполнительная власть. Не будет там чего-то одного, законы работать не будут. Если, например, завтра ГАИ не выплатят заработную плату, они скажут на неделю, мы не будем работать. Чего будет в стране? Если, например, завтра полиция, сейчас же милиция, не милиция, полиция называется, да? Если завтра полиция скажет, нам заработные платы не заплатили, поэтому на неделю мы работать не будем, что будет в стране? Мы не будем даже разбираться, кто что за эту неделю делал. Чего будет в стране? хаос полный. Так вот, мы, когда какие-то законы человек видит, мы прекрасно знаем, когда мы создаём в обществе закон о том, что у него был законодстворец, и у него есть законный исполнитель. Без этого закона не существует. Теперь смотрим своим абстрактным мышлением на те законы, которые есть вокруг нас. Законы физики и законы математики. А ведь это гораздо более сложные законы. А почему же они так идеально работают? Без ошибочки. Потому что им не платят. А не за идеи. Абсолютно верно. А ведь вот трудится Вселенная. Что такое творчество? Это огромное мучение и страдание. Это неправдоподобно. Кто что-то либо творил, это знает и поймёт. Вообще, для чего трудится Вселенная? Можете объяснить? А это сплошная какая-то критика, и критика. Мне уже нас учертило это всё обсуждать. Один другого критикует этого, а что-то самому сделать они не могут. Никто никого не критикует. Смотрите до конца, вам будет ещё интересно. Это неинтересно вообще. Так вот, если мы смотрим на то, как работают законы астрономии, как работают кружицы эти планеты по этим орбитам, там ведь тоже гораздо более точные законы. Предполагаем о том, что это возможно только на основе абстрактного мышления. Можно предполагать также о том, что кто-то ведь за этим следит. Если этого не будет контролирующей власти, оно тоже не будет исполняться. Если оно создано, то оно тоже создано по определённой идее. Оно очень сходится как раз с тем, что оно всё для определённой идеи. Там всё осмысленно. Всё творение имеет некоторых замысел. Оно осмысленно. Оно имеет своё назначение. Смотрим дальше. Законы оптики как идеально работают. Законы механики. И если мы смотрим в микромир и в макромир, то, что я сейчас объясняла, в самой клетке, почему может существовать химия, почему учёные открывают эти науки, потому что эти законы работают без ошибок. Смотрим на назначение предметов. Интересно. Существуют разные вещи. Смотрим, какой глубокий смысл находится за теми или иными предметами. Жираф. Конструкция жирафа. У него очень длинная шея, очень длинные ноги. Вначале Дарвин предполагал о том, что... Ну, потому что он для того, чтобы дотянуться до акации, поэтому в результате мутации, когда у кого-то появлялась шея виднее, то, соответственно, те выживали. А остальные, которые с шеей покороче, они просто умирали от голоду. Так вот, те же самые биологи сейчас, они как раз жирафа представляют, как опровержение этой концепции. Они показывают, как с точки зрения даже клеток, он отличается от всех остальных животных. То есть они предполагают, что это была такая лошадь, у которой постепенно выросла эта шея. Так вот, шея, она не вырастала, там одинаковое количество шейных позвонков. Но как идеально вся конструкция тела, не просто какая-то мутация шеи, а как идеально вся конструкция тела, она работает для того, чтобы этому жирафу было удобно. Не только сердце там продолговатое, 11 килограммов, для того, чтобы качать этот большой напор крови. Не просто строение тела, чтобы удерживать эту шею, но даже строение кости. У обычных животных волокнистая кость, а у жирафов она трубчатая. И трубчатая кость, она более сильная, более плотная. У других животных она волокнистая. А поскольку жирафу очень сложно нести эту шею, у него даже строение кости другое внутри. Какой мутации может идти речь? Думаю, что Вселенная обладает сознанием. Понятно вам? Вы знаете, что такое сознание Кришны, например? Давайте после лекции вы скажете об этом. Людям же интересно посмотреть. А что-то интересного? Ну что-то интересного, это всем интересно. Вы о заурядных вещах говорите, что... Да, о заурядных вещах. Но другим-то интересно. Да вы любого школьника спросите, вам это все наобъяснито. А вы взрослых людей об этом спрашиваете. Далее смотрим, каким идеальным образом построили тело верблюдом. Поскольку верблюд живет в пустыне, он может обходиться без воды целую неделю. У него даже прозрачные веки, потому что там пылевые буры, бури все время. Он за раз выпивает 130 литров воды, и у него длинные ноги для того, чтобы он не утопал в этих зыбучих песках. Как... живет то или иное живое существо. Смотрите на плоды, которые вокруг нас растут. Вот это называется папайя. Видите, своей формой она напоминает округлость, и в середине черные такие зернышки. Она очень напоминает наш кишечник, когда... Она, папайя, предназначена в лечении для очищения кишечника от паразитов. Посмотрите на разрез этой папайи. Она как будто сама подсказывает, для чего она предназначена. Этот мягкий кишечник и внутри... Когда ты съедаешь папайю, я просто живу там, где растет эта папайя, то после этого у тебя происходит самое лучшее очищение. Смотрите на помидоры. Помидоры по своему строению, по своему разрезу напоминают сердце. И по цвету, и по форме, и потому что оно многокамерное. И именно там находятся все лучшие витамины для лечения сердца. Как осмысленно, с какой заботой это все было создано. Смотрите на... на чичибицу, на... на фасоль. Как она похожа на почки. И по своему цвету, и по своему форму. Это замечательное средство. Если у кого-то проблемы с функцией в печи почек, это самое замечательное средство для этого. Смотрите на грецкий орех. Что напоминает? Мозг. Мозг. Это самое... Для тех, кто учится, для студентов, для... это ведь все как раз все постепенно складывается в одну картину. Много других. Возьмите гранат. Гранат что напоминает? Вот один у нас с высшим образованием нашелся. А попроще. Клетки кровяные напоминают. Гранат самое лучшее средство, если у кого-то эритромицин не хватает. Для того, гемоглобина у кого не хватает. Если человек принимает гранаты, у него решаются проблемы с кровью. И вот это касается не только животных. Это касается не только плодов. вот это все можно видеть и в лекарственных растениях. И в том, как работает наше тело. С какой... Не просто замыслом, не просто там... Только человек способен видеть замысел за всем этим. Можно видеть, с какой заботы это сделано для нас. Даже несмотря на то, что мы еще совсем-совсем малого в этом разбираемся, все равно нам идут постоянно идут подсказки. Есть, Махараджа? Махараджи говорит, чтобы я вторую половину показала вам завтра, доказательства существования Бога. А сейчас вопрос и ответ вам, пожалуйста. Запомните эти вещи и рассказывайте о них другим. Хорошо. Наши учителя, прадхупада, прадхупады, прадхупады, если только один человек будет страдать в этой материальной жизни и привести эту духовную жизнь, вы понимаете, вы получаете бенефит, если кто-то купит тысяч в хоспитале, колледж, школе, арна-чатре, то есть больше, чем миллион, больше, чем пайс. То есть наш учителям Прадхупада говорит о том, что если мы какому-то человеку поможем, и он обретёт свою связь с Кришной, то это акт милосердия гораздо больше, чем открытие тысяч школ и тысяч больниц для людей. Потому что это навсегда решает проблему этого человека. Хорошо. Скажите, когда мы вернемся в следующий раз, вы можете увидеть минимум 10-10 человек как Девушки. Хорошо. Если вы можете увидеть, что здесь только один человек в Индии Лекха, то есть все, что они могут быть внести, то есть все, что они могут быть внести. Вы знаете, что здесь есть. А вот, например, Индия Лекха, который живет здесь, в Ачханске, где она? А вот она внизу спряталась. Вот она одна смогла организовать такую большую программу, она даже не 10 человек помогла. Она вот всех вас, наверное, расклеили, они объявления, преданные здесь. И поэтому вы сейчас все это слушаете. Нагрини, Ачханске, помогали. Да, очень много преданных, которые важны. И Амал Кришна, и Ямуна, и Ришабану Нандини, и много других людей помогали. Поэтому, если вы хотите, чтобы весь город Ачханску бы помогли всему городу. Хорошо. Хорошо, я могу вам отвечать. Вы можете ответить на вопросы, какие у вас, например, возникают? Меня зовут Ваня, я здесь первый раз, вчера меня не было. У меня такой вопрос. Ну вот мы говорили о таких классических колониях, как Мураги и Пчелы. Ну, у них, у каждого есть свое место. У них есть свои, у них есть матка, у них есть трубки, у них есть рабочие, у них есть солдаты. У них, в общем, все до мелочей собрано, у них у каждого есть свое место. Каждый знает свою работу с момента его появления в этой колонии и до момента, когда его жизнь закончится. Так же у Пчелы. Какова миссия, вот если взять весь мир в целом, все в гармонии находится. Человек же живет не в гармонии. Ну, не совсем в гармонии, если брать то, как мы живем. Какую нишу занимает человек на этой планете? Что он на самом деле, для чего он был создан и к чему он должен прийти? То есть, почему иногда не гармония человек создает и вообще для чего он предназначен? Махарджи, все эти миры, это очень хорошо, организованы. Очень хорошая система. Мы считаем, что все у нас есть специальный purpose. Все, даже маленькие ны, они работают очень хорошо. Ни одного слова, ни разума нету, ни разума нету, ни разума нету. Но в человечестве мы можем видеть какие-то конфликты, какие-то дисгармонии нет. Продолжение следует... 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 сколько же этих мест в этом мире если просто рассматривать как по количеству видов жизни не просто даже по количеству живых существенных не сколько там животных сколько там людей а если просто рассматривать человека как одного и сравнивать с другими видами жизни вообще в этом мире беда описывает 8 миллионов 400 тысяч видов жизни и только человек один из них имеет вот эту вот это превосходство про абстрактное мышление все остальные виды жизни они работ они всю свою жизнь спят едят совокупляются и обороняются размножением и только человек создан для чего для того чтобы мыслить о чем-то высшим где договориться от хату в раму джекса только тогда ты можешь называться человеком когда ты начинаешь вопрошать о высшем ты начинаешь вопрошать о своем предназначении для чего я создал какой смысл в моем существовании когда человек задумывается над таким вопросом это значит он становится человеком он по сравнению со всеми странами которые просто размножаются и едят спят и всем остальным занимаются что же тут особенного такого когда мы начинаем вопрошать о высшем махараш объясняет что вот это понимание начинается с первого принципа первый принцип понять это кто же я по своей сути как санатана гаслами патт один из великих святых спрашивают учетами махапрабху ки ами кто я для того чтобы понять весь мир сначала нужно понять о том кто я какая у меня природа и для чего я предназначен только лишь человек предназначен для того чтобы осознать бога и никто другой только лишь человек способен осознать свою связь с творцом который находится выше за пределами этой вселенной только для этого был создан этот вид жизни только поэтому говорится писание думал по образу и подобию его для чего все остальные виды жизни животные птицы насекомые только человек по своему телу по образу и подобию это говорится во всех религиях он создал такое такое тело в котором мы способны понимать о том какая он личность какие у него качества потому что мы по образу и подобию его созданы и махарай сказал что тогда человек когда начинает вопрошать об истани он обращается к ведам и веды говорят что ты не это тело вот это тело тебе создана просто как оболочка как некая одежда в котором ты понимаешь начинаешь понимать некоторые вещи начинаешь понимать себя о том что такое личность и что только материя что такое не материя что такое сознание и не сознание вот это тело нам нужно для того чтобы научиться понять природу личности но это не наше тело мы как квартиранты в этом теле. Мы временно его получили, и мы вскоре его оставим. Будет то же самое тело, просто оно будет без нас. Так вот, только лишь человек создан в этом мире для того, чтобы те, кто, когда человек сильно, когда душа в этом мире страдает без своей связи с ним, Господь милостиво, Кришна милостиво каждому дает по очереди это тело поносить, для того, чтобы они могли его осознать. И человек может воспользоваться этой возможностью и начать исполнять свою дгарму, как говорит Махарайч, свое предназначение. Предназначение на санскрите обозначается дгарма. Например, у воды, у нее дгарма, она жидкая, она очищает. У души дгарма — любовь. У души дгарма — любовь к самой прекрасной личности. Когда человек соприкасается с ведоми, он начинает это понимать. И когда он начинает в это делать, вот только тогда исполняется его предназначение. Вот только тогда начинает расширяться его эволюция. Только тогда начинает у него… Когда человек хоть понемногу начнет развивать свои взаимоотношения с ним на основе любви, он начинает получать удовлетворение. У него начинает открываться его собственно. У каждого из нас уникальная природа. Эти качества начинают у каждого из нас раскрываться. Начинает полностью реализовываться наше предназначение. И от этого человек испытывает все больше и больше удовлетворения. Пока, наконец, он не соприкасается с Ним, тот, который подарил ему эту жизнь. Стримат Бхагавад, мы говорим о истории. Один king came. He's a very, very nonsensical king. He never believed to lord. Never told him, I am lord. No necessary to answer to lord. He talked to everybody. Never chanting lord's name. He needs to start with the jajan. whole stuff. And then what happens? After some day, completely rain the stuff, when the seed grows, here is the earth completely stilling. Now, all sheep have so much suffering. So much suffering. Not any water, drinking. Not any food. Then again, when he came to Prithwa Maharaj when he came, a very poised woman, a good Когда он пришел, он очень мощный. Это пража. Оголевание пража. Презент, как я сказал. И все они кровя у requests. Без воды, без воды. То есть он очень мощный. Он спросил о том, что я не могу понять. Он сказал, что они мои дети. сойти от человеки. Почему они отникли, что кодъ가�ら не gegна счит? けれど intrinsic не власть на все. Д intrace все, но теперь не в ONE JOHNа. Вnn honest Discovery thanks не и繼續, когда В таком наканчивается все. Когда у тебя oath валялся наerna, Вы 인 forth黃 maidописêtre, одни для насjis Бог чает, Ты возник, Вам, Господь — во вселенной земле... И опять Богev сказал, Когда он родился, он остановил все поклонения в Государстве. Это Бхагавата. Я вам решаю, когда вам давать пищу, когда вам не давать пищу. Я вам законы устанавливаю. Нет никого выше, чем я. И когда он остановил все эти ведические поклонения, тогда земля перестала давать урожай. Тогда перестали литься дождей. И тогда уже он устраивал террор. Он сам винил. Он сам определял справедливость. Виноват, не виноват, по своему решению он определял. То есть он устанавливал несправедливость в Государстве. И из-за этого началась засука. Начался голод. И те люди, которые его подчинялись, они просто-напросто убили этого царя. Не вынеся это. Появился следующий царь. Царь Приту. И вот уже царь Приту, очень могущественный царь, ведический, там такие красивые описания у него идут, насколько он был блистающий, честный, мудрый, доблестный, никого в обиду не давал. Тогда он уже стал допытываться у земли. Он был способен разговаривать даже с этим небесным, то есть с планетой. Говорит, почему ты людей здесь так даешь им голод? Почему ты даешь им засуху? И она сказала, я мать для тех, кто живет здесь. Я имею право кого-то награждать и кого-то наказывать. И поскольку люди перестали исполнять свою дхарму, свое предназначение, я в праве их наказывать. И поэтому даже когда бросали зерно, оно не сходило. И не было дождей, было засухой голод. И тогда Приту Махараш, он начал поклонение Господу, он начал совершать арчину, которую мы будем сегодня вечером делать. И тогда земля снова дала урожай. И тогда снова начался дождь. В зависимости от того, что выполняет ли человек дхарму или не выполняет, он будет получать разные результаты от этой земли и от всего окружения. Все предназначено именно для того, чтобы человека вразумить и направить на истинный путь. Если он идет по неправильному пути, будут проблемы за проблемой. Если он выбрал правильный путь, будет только освобождение от этих проблем. Таким образом, когда дхарма очень очень хорошо смеется на мужа, если сын следует, если его съедоб и говорит ему, что он очень хорошо хороший, а то он очень хороший. Он говорит, что это мой хороший сын. Он пытается, чтобы по-другому собрать много проблем, он всегда показывает. Если полностью сын не слушает, он не слушает, с ней делал очень много проблем и двинец. И он всегда остался человек. Ни любящий сын, то она же для этого сына, она же все ему постарается дать, все передать. Она найдет где угодно какие средства ради того, чтобы ее сын был в будущем счастлив, его всем обеспечит. А если сын очень груб с матерью, наказывает мать, равнодушен, оставил ее, то этого не получится. Вот точно так же к нам относится эта планета. Если она видит о том, что мы хорошие сыновья, хорошие дочери, то она делает так, что хороший урожай, тогда будет богатство, тогда будет все необходимое. И как только она видит о том, что люди перестают поклоняться Кришне, тогда будет и голод, и засуха, и катаклизмы, и все остальные вещи. Так что мы хранляем, что все мы гадимы, «Харе Кришна! Харе Кришна! Харе Кришна! Харе Кришна!» Субтитры создавал DimaTorzok 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 с тем, кто помогал, есть программа. Она очень переживает, чтобы всех вас отблагодарили. Мы обязательно всех отблагодарим. Смотрите, как повторяет моя девчонка. Магарач говорит, когда мы начинаем повторять Хри-Кришна Махаматра, когда в нашей жизни появляется четкий, относитесь к этому, что Сам Кришна приходит к нам в дом. Он не отличный от этой Хри-Кришна Махаматра. Поэтому важно при этом свой долг перед Ним выполнять. Нужно повторять Хри-Кришна Махаматра. Это наше главное служение, наш главный долг. Чтобы потом не получилось, чтобы вы просто повесили на гвоздик, у вас потом она сама по себе висела. И постарайтесь стать вегетарианцами. Что-нибудь здесь вегетарианц? Омост, Магарач. Омост. 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 Потому что, прежде, помним или не помним, вы сами приносили страдания. Только человек, которому отрезали руку, может знать, как это больно. Хорошо. Поэтому постарайтесь стать вегетарианцами. Я видел, вчера я чувствовал много вещей. Вы говорите, вчера есть ли? Нет, не все. То есть, когда мы едим мясо, оно все имеет под собой именно природу насилия. Там ведь их до этого убивали. И убивали очень жестоким образом. Куда это все денется? Куда денутся эти слезы? Куда денется этот плач, этот стон? Куда оно денется? Оно все перейдет к нам. Как последовательно. Мы вчера говорили о том, что на каждом языке мясо имеет строго определенное значение. Я ем себя. На русском мясо. Мя – это я. Со – это раньше было поедать. На английском ми-ит. Я сам себя ем. Мам-со. Я сам себя ем. В этой жизни я ем тебя, а в следующей жизни ты будешь меня есть. Это некое обещание. Вот в этом и несет слово мясо. Христос веще том, чтоben-кришна кришна, кришна, криша, кри Eva. Хри Раму, кри раму... temos его очень много ответов и говоришь Хри- Kerishна кришна... Хри- Раму, кри Раму, кри Раму... Хри Раму, кри Раму, кри Раму, кри Раму... Вся мантра читается на одной бусине. Всего сто восемь раз повторяй полную clarикрushin На каждой бусине. И когда он закрывается, он не перешагивает. Когда он закрывается, он не перешагивает. Когда он закрывается, он не перешагивает. Идем в обратном направлении. Повернули четкий и идем в обратную сторону. Хорошо. Сейчас я могу скрывать. Я могу скрывать. Правильно. Правую руку. Вот так. Да, вот так. А сейчас скажу. Махараджи. Махараджи. Валентина, she is leaving town. Если you didn't pay me. You gave my love, but you didn't give me. Валентина. 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 Красивое имя Вишакра. Вишакра. Вишакра очень близкая подруга Радарани. У нее все качества Радарани. Вишакра. А Татьяна? В интернете можно назвать? Она всегда юная, прекрасная. Всегда с Радарани. Она всеми искусствами обладает. Вишакра. Ну я творческий человек. Скажите. Она любит это. Я любит все типы артистов. Я говорю, что Иишакра знает все типы артистов. А напиши, пожалуйста. Дайте свой телефон. Ага. Смотрите, вот теперь вот так возьмите и считайте четки. К началу, к началу четок. Вот так, правильно. Смотрите. Т.е. Т.е. Чтобы внизу была метелочка. Правильно. 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 Только у вас и женщины неправильно. Вниз. Метелочка вниз. Носи правую. Правильно. Правильно. Метелочка вниз. Носи правую. Правой рукой. Вот так. Только теперь касатель палец убирается оттуда. Вот так. Правильно. Али. А respond. Арии, чрисна! Пришasy. Пришasy. Арии, чрисна! Там, пожалуйста. И разверну. А sigue т AS. АПЛОД ні. Правильно. Правильно. Поэтому снимем. Правильно. АПЛОДНОМА. Там, Jorge. Правильно. Так,접ствен. А Kabul. Продолжение следует... 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 Махарати говорит, что есть замечательное имя Парамананда. Парамананда тот, который всегда счастлив и удачный. Парамананда. Махарати говорит, что есть замечательное имя Парамананда. Махарати говорит, что есть замечательное имя Парамананда. Махарати говорит, что есть замечательное имя Параманда. Махарати говорит, что есть замечательное имя Параманда. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать на наш канал!